Ламинат используется для укладки полов, обшивки мебели и рабочих поверхностей. Сидения в забегаловках также могут быть изготовлены из так называемого плотного сжатого ламината. Обратная сторона ламината делается из особой крафт-бумаги, которую можно мочить и которая при этом не сыреет и не портится. Аппарат пропитывает ее смолой, содержащей фенол, вещество, полученное из бензола. Смола не просто покрывает бумагу, она пропитывает ее. После чего бумага отправляется в сушильную печь, где резина за считанные секунды затвердывает. Теперь бумагу можно сворачивать. Лицевая сторона ламината называется декоративный слой. Это лист бумаги с напечатанным узором или окрашенный в ровный цвет. Листы, окрашенные в ровный цвет, проходят через устройство, где они пропитываются в более стойкой смоле из меламина. Это делает декоративный слой прочным, что является главным для ламината. Два валика снимают с листа лишнюю смолу. После чего пропитанная бумага идет в сушильную печь. Теперь, когда смола подсохла, устройство разрезает бумагу на отдельные листы. Перед резиновой обработкой бумага гнулась и легко рвалась. Теперь она плотная и очень ломкая. Если ее согнуть, она сломается. По мере того, как просмоленную крафт-бумагу разрезают на листы, рабочий готовит другой вид декоративного слоя с изображением узоров, например, имитирующих дерево или гранит. Процесс изготовления такой бумаги существенно отличается от предыдущего. Рабочие начинают разрезать бумагу на равные по ширине и длине листы. Эти листы не будут пропитываться резиной. Вместо этого рабочие наносят на них верхний слой и потом складывают. Верхний слой — это прозрачный лист бумаги, которая пропитана в смоле из меламина. Однотонные листы складываются в отдельную стопку, так как пропитаны смолой и не нуждаются в нанесении верхнего слоя. После этого стопки поступают на пресс. Там просмоленная крафт-бумага складывается под соответствующий декоративный слой. На каждый просмоленный декоративный слой кладут текстурированную плиту, которая не даст склеиваться к готовому ламинату. После этого продукт идёт на пресс. Слои сжимаются при большой температуре и давлении. Просмоленная крафт-бумага соединяется с декоративным слоем, а получаются листы ламината. Тем временем текстурированные плиты между слоями впечатывают узор на мягкую разогретую резину. Так на поверхность продукта наносится узор. Ламинат сходит с пресса полностью сухим. На конце конвейера устройство срезает лишнюю бумагу с краёв и шлифует обратную сторону. Позволяет продукту лучше приклеиваться к различным видам поверхности. При изготовлении сжатого ламината между двумя декоративными слоями кладут несколько чёрных просмолённых листов. Пресс сжимает и соединяет все слои в единый лист. При использовании разноцветных слоёв торец материала получается полосатым. Сжатый ламинат такой толстый, что может использоваться вместо поверхности и не приклеиваться к ней.